Татьяна Тришкина, несмотря на то, что прием сегодня проводился в Центральном районе, к депутату приехала из Дагомыса. Делегировали ее жители всего поселка, которые обеспокоены повышением тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Многочисленные обращения в тепло и энерго оказались безрезультатными. В основном это такие формальные отписки, к сожалению, не объясняющие ценообразование. Мы с Константином Федоровичем уже разговаривали, и он в предвыборной кампании говорил о проведении аудиторской проверки по именно этой кампании. Я думаю, что всех жителей это очень порадует. Как оказалось, вмешательство депутата Госдумы требует и такие вопросы, как освещение пешеходных переходов. Поднимают в этом кабинете и вопросы ремонта ФАПов и нашумевших канализационных стоков. Одновременно с решением насущных проблем, с которыми сочинцы сталкиваются ежедневно, Константин Затурин инициирует в городе строительство инновационного мусороперерабатывающего завода. Этот городской проект призван решить экологические проблемы курорта. Мы уже полгода ведем работу для того, чтобы город Сочи, а по всей виду не только город Сочи, но и республика Крым были включены в этот проект. И мы продвинулись в этом отношении. Существует договоренность с руководством правительства, с руководством администрации президента. Не хочу, чтобы путались с тем прежним мусоросжигателем, который выбрасывал в атмосферу продукты горения. Ничего здесь этого не будет. Завод этот, я особенно на это хочу обратить внимание, будет экологически безопасен. Большой разговор на тему строительства такого завода в Сочи состоится уже в июне. Жители же сегодня обратились к Затулину с просьбой провести встречи с активами районов. Депутат планирует пообщаться с сочинцами осенью. К тому времени народный избранник будет готов доложить горожанам и о результатах своей деятельности за год. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.